Так, в общем, как обычно, мы в Паньярде разговариваем про обуви. Я вспомнил то, что у нас было несколько роликов про базовый гардероб, ну, с чего начать, как выбрать сорочку, брюки, первые в своей жизни. И я решил задать вопрос Дмитрию, потому что никто лучше него не расскажет, про то, с чего нужно начинать в классической обуви. Вот если вы раньше не носили классику, туфли классические, ботинки, то вот с чего начать, Дмитрий, скажи нам. Ну, давай, постараюсь показать на примере того, что у нас есть, да ты сиди. Идея в том, что как бы не хотелось рассказывать людям про стандартные вещи, у людей все-таки разные ноги. Нужно понимать, что тот человек, у которого, к примеру, маленький размер, но большой, большая полнота или большой подъем, ему может не подойти Оксфорд, да, стандартный полочный Оксфорд, который из РТВ коллекции, да? Мы помним, что РТВ – это обувь, которую уже произвели и продают. Которую можно купить в магазине. Да, 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 это полочная обувь. Понятно, что самая формальная, самая классическая обувь – это Оксфорд. Оксфордов очень много, поэтому, если мы говорим про самую формальную классическую, про самый формальный классический вид Оксфордов, которого, к сожалению, сейчас наличия нет, это холл-кат Оксфордов, так называемый цельнокроенный Оксфорд. То есть, это один кусок кожи без отрезного носка, то есть, это каптовый, да, отдельный слой кожи сверху. Просто один кусок кожи, из которого сделан Оксфорд. Это самая максимально нормальная модель Оксфорда, которая может быть. Я прошу прощения, просто многие могут быть вообще не в теме. Мы говорим про ботинки, про так называемые полуботинки, не вот как, на Дмитре, кстати, что это, да? Это испанская компания, испанская модуфактура, которая называется Бервик. Ей уже, по-моему, 300 с лишним лет. Это обувь из Кардавана. Я решил взять Кардавана на зиму, чтобы посмотреть, настолько ли он неубиваемый, как пишут везде и говорят, что это самая долговечная кожа. Вроде пока живет. Ну, об этом ты нам потом расскажешь. Но Кардаван – это хорошее вложение денег, но вряд ли... Ну, он не дешевый. Да, это не дешевый. Это не первая пара, не первая. Вот Оксфорды. Это классический Кэпто, то есть Оксфорды без перфораций, без брагирования, да, с отрезным носком. Существует... Отрезной носок называется Кэпто. Есть панчка. Это стичка, прошитый носок, да, а есть панчка. Вот, например. Сейчас. Это обе пары Крокетт и Джонс. Вот панчка. Класс. Здесь у нас голосаж. Если кто-то не знает, что... Здесь тоже голосаж вообще-то. Да, нет, я знаю, да. Если кто-то не знает, что такое голосаж, смотрите ролик про голосаж, как он делается, Дмитрий нам все подробно любезно объяснил. Слева у нас Оксфорд. Я вот ниже-ниже просто камеру вверх подними, чтобы было видно. Слева у нас Оксфорд. Справа у нас Дерби. Закрытая шнуровка, где берцы пришиты к Союзке. Да. И открытая шнуровка, где берцы сверх... Нашиты поверх Союзки, да. Соответственно, этот тип носка называется Кэп-То, стичкэп, потому что здесь у нас идет прострочка. А этот называется панчкэп с дырками. Но ты рекомендуешь начинать через чего? Чем больше брагирования, то есть дырок и дополнительных элементов, тем неформальнее считается обувь. Поэтому холл-кат и вот такой панчкэп Оксфорд, фу, Кэп-То Оксфорд считаются самыми формальными моделями Оксфорда. Если мы говорим про то, что у человека есть какая-то проблема с посадкой, ему тяжело подобрать Оксфорд, нужно подбирать для себя Плейн-То Дерби, или так называемый ПТБ, Плейн-То Блюхер. Дерби, Дерби, это английская интерпретация, открыток Берец. Блюхер, это американская интерпретация, которая появилась, по-моему, из Австро-Венгрии. Поэтому ПТБ, сокращение, которое часто используются в интернете, это Плейн-То Блюхер. То есть Дерби без брагирования, с гладким носком, желательно, как по крайней мере так говорят мои друзья из Англии, из Штатов, из Японии, чтобы люверсов, дырок, было не 5, а 2 или 3, да? То есть это максимально классический Дерби, который можно найти. Конечно же, всегда нужно пытаться купить себе Оксфорд. Но если с Оксфордом не получается, можно попробовать такой классический Плейн-То Дерби, который также подойдет под формальную одежду. Слушай, ну а вот если, допустим, у человека есть возможность пока купить только одну паровую, как ему поступить, чтобы не убить ее? Оксфорд. А чтобы не убить, как носить? Через день, наверное, да? Ротация и правильная носка – это основа до долгосрочной, до долгой жизни обуви. Обувь лучше носить раз в три дня. То есть по-хорошему начинать нужно с трех пар? По-хорошему нет. По-хорошему, ну, представь себе ситуацию, что у человека нет денег на три пары сразу же, да? Да. Потому что если человек пошел и купил себе какой-нибудь, не знаю, Кларкс, то нет гарантии того, что этот Кларкс у него будет жить так же долго и хорошо, как живет Крокетт и Джонас, да? И нужно понимать, что если ты купил одну хорошую пару, но у тебя, по всем, при этом, есть три других не очень хороших, плохих парок, ну, ты их можешь считать плохими, они тебе не понравятся сразу же, скорее всего, после того, как ты закажешь себе одну хорошую пару, нужно просто держать себя в руках и не давать себе повода носить эту пару каждый день. Только раз в три дня. Потому что первый день пара носится, один день пара носится, потом она сутки отдыхает, желательно двое, и потом снова ее можно носить. Нужно понимать, что есть такое понятие, это называется break-in, то есть это процедура, когда ты начинаешь обувь разнашивать. Когда ты купил новую пару, обувь, ее желательно носить сначала один раз в неделю несколько часов дома, потом на следующей неделе еще раз несколько часов дома, и примерно таким образом через полгода ты уже начинаешь ее носить на улице, потому что обувь новая. А на вот, к примеру, эта пара, маленькое отступление, здесь, как вы видите, новая подошва. Новая подошва здесь, потому что на этой полупаре из-за неправильной носки отрезной носок лопнул. Ух, ничего себе. Я тебе потом покажу фотографии. Здесь была вот такая дырка. Из-за неправильной носки. Поэтому мы поменяли подошву Dynight на подошву Vibram, так просил сделать клиент. И теперь человек сможет ее спокойно носить дальше. Важно понимать, что для того, чтобы обувь служила действительно долго, нужно слушаться советов не нас, не наших, а обувщиков. Потому что, к примеру, от неправильной носки здесь лопнула союзка вместе с дыркой носком. У других людей могут возникнуть другие проблемы. Поэтому за обувью нужно очень внимательно всегда следить и всегда внимательно смотреть за тем, как ты ее носишь. То есть, после того, как, к примеру, вы пришли домой, не нужно сразу ставить ее в формодержатель. Нужно дать обуви часик-другой просто отстояться, потому что ваши разогретые к вечеру нога, скорее всего, влажные, она также вымачивает и подкладку изнутри, и сам вверх. Поэтому обувь должна продышаться, высушиться. После этого, через час, нам надо поставить формодержатели. В лучшем случае, конечно же, как советуют наши друзья из Джон Лоба, если у вас нет профилактики, нужно положить обувь на бок, вот так вот, и дать ей ночь простояться, потому что, как они говорят, что через кожаную подошву воздух выходит. О, ничего себе, не знал. Таким образом, идет... Но если профилактика, то не работает. Если профилактика стоит, то это уже работает намного хуже. Поэтому универсальный способ, ты пришел домой, часик максимум, ну, вовь, постояла, ты поставил ее в формодержатели, потом щеткой просто смахнул с нее всю грязь и пыль, которая есть, и даешь ей отстояться. И только после этого ты можешь сам пойти спать. Нет, после этого спокойно ложишься спать, а после этого, если, к примеру, ты попал под дождь, или какая-то там царапина у тебя, нельзя делать уход, если человек делает его сам сразу же, после того, как ты пришел. Обуви нужно, самое главное, и коже нужно дать высохнуть, чтобы средства вошли в кожу правильно. Спасибо. Благодаря тебе, Дмитрий, эта серия про базовый гардероб начальный, она, по-моему, завершена. Да, мы помним, что Оксфорд – это номер один, Дерби – это номер два. Внутри Оксфорда, самый формальный Оксфорд – это холлкат Оксфорд. Второй после него – это вот такой панч Кэпто Оксфорд, обычный классический формальный. Кому-то, наверное, может показаться, что совсем ничем не примечательный Оксфорд, он мне кажется очень красивым. Это Хэллм от Крокетт и Джонс. А на втором месте, если с Оксфордом не получается, мы выбираем Плейн-То Дерби, то есть Дерби с двумя или пятью люверсами, то есть дырками для шнурков, и гладким носком. И носим мы обувь раз в три дня, если у вас одна хорошая пара, две плохих, все равно мучаемся. Держим себя в руках, продолжаем носить ее и копим деньги на вторую хорошую, чтобы правильная ротация была. И постепенно обновляем свой гардероб и не забываем про одежду, между прочим, тоже. Как ты считаешь, нужно начинать с обуви или с одежды? О, хороший вопрос. Хороший вопрос. Я считаю, что нужно начинать с обуви, просто потому, что, как говорят англичане, инвестируйте в обувь и в кровать, потому что, если вы не в постели, то вы в обуви. Слушай, хорошая поговорка, я не знал про нее. Если у тебя плохая кровать, то просыпаешься еле живым, не знаю, с болью в спине, помятой. То же самое с обувью. Если у тебя неправильная обувь, ты приходишь домой, у тебя все болит, или того еще хуже, мозоли с кровью. Поэтому начинать, конечно же, нужно с тех вещей, которые ты находишься каждый день. Я абсолютно полностью согласен с тобой, что ткань, именно ткань костюма, не важно, он в этом разрезе, на мой взгляд, не важно, фабриченый он или сшитый на заказ, если ткань выбрана плохо, если это какая-то, как она называется, полу... ткань с химическими... А, ну натуральная должна ткань быть в любом случае. Да, в общем, ткань должна быть обязательно натуральная, чтобы дышала кожа, чтобы дышало тело, и чтобы внутри того же самого пиджака не устраивать баню. Согласен с тобой. Ты имеешь представление про это. Спасибо. Подтверждаю. Я вспомнил, ты сказал поговорку, я вспомнил еще одну поговорку, мы на ней попрощаемся, на этой поговорке. Во-первых, да, ставим лайк, благодарим Дмитрия за интересный ролик. поговорка, про кровать, про обувь ты сказал, а есть поговорка, что брюки лучше, чем жена, потому что есть куча мест, куда можно пойти без жены, но нет ни одного места, куда можно пойти без брюки. А еще есть отличная поговорка на русском языке, которая гласит happy life, happy wife, buy shoes. То есть, счастливая жизнь, это когда счастливая жена, и поэтому покупайте ее обувь. Да. Ну, и себе тоже покупайте обувь. Ты нам не покажешь эти сапоги? Не, не надо показывать, это было... Это мои личные дома. Да, да, да. Ладно, весь пенниярд аплодирует и прощается с вами, в общем, да. Все, Дмитрий, спасибо. Еще очень важный момент. Вы говорите там, профессионалы, там, доверяй. Да, доверяй, но всегда верьте в себя и пробуйте, ошибайтесь и приносите нам моду. Короче, никому в этой жизни верить нельзя. Даже мне не... Да, себе нельзя. Мне можно, Сергею можно. Нет, Я тоже, я тоже не с первого раза зашло, как бы, нет, главное не бояться, глаза боятся, руки делают. Никогда не бойтесь ответственности перед собой. Это всегда приятно, это всегда процесс, это всегда ритуал, это эстетика. Спасибо тебе за мотивацию в конце ролика. Не улыбайте, пацаны. Все, всем привет. Всем привет.